В последнее время мы часто слышим фразы по типу «Фортнайт умер», «Фортнайт уже не тот», «Я ухожу из этой игры». Ну, на чём же основываются эти заявления и так ли это на самом деле? Ола, Амигос, на связи Матвей и сегодня я для вас подготовил глобальное видео, связанное с нашей игрой. Эта тема, наверное, волнует каждого игрока в Фортнайт, но на Ютубе я не нашёл ни одного видео, которое бы достойно отвечало на вопрос, который нас всех так волнует. Что не так с Фортнайтом, с чего же он умер и почему из него все уходят? Именно на эти вопросы я постараюсь ответить в этом видео максимально кратко и понятно, чтобы закрыть эту тему на Ютубе раз и навсегда. Ну, а перед тем, как мы начнём, хочу обратиться лично к тебе. Мой дорогой зритель, если ты впервые на моём канале, тебе хоть немного интересна тема с Фортнайт Мобайл, то обязательно оформляй подписку, потому что в наши дни мобильный Фортнайт постепенно умирает и только твоя подписка на этот канал сможет всё исправить. Также обязательно поддерживай наше единственное мобильное сообщество игры в ежедневном магазине Фортнайт. Покупай тег автора Motivcar, смелого Ди, покупай исключительно с ним. А вот первый и рандомный комментарий из последнего видео на канале. Кстати, чем больше комментариев ты оставишь под этим видео, тем выше твой шанс попасть в следующий ролик, поэтому спам разрешён. Надеюсь, вы меня поняли и теперь давайте наконец-таки разберём вопрос, что же не так с нашим Фортнайтом и почему это не та игра, в которую мы раньше играли. Будет мега интересно, поэтому ни в коем случае не переключайтесь. В нашем комьюнити принято называть золотыми временами Фортнайта период с третьего по седьмой сезон первой главы, то есть 2018-19 года. По мнению сторожил нашей игры, именно в это время небо было светлее, а трава зеленее. Хотя сейчас некоторые новички начали утверждать наоборот, что лучшие времена Фортнайта пришлись на начало второй главы, а именно 11-12 сезоны. Так, в какое же время Фортнайт был лучше? Тут достаточно всё просто. Лучшие времена Фортнайта были тогда, когда именно вы начали в него играть. Здесь главную роль играет банальное чувство ностальгии, когда мы помним наше прошлое только яркими моментами и лучшими событиями. К примеру, вспомните ваши худшие времена в вашей жизни. Вот вам приятно о них думать? Думаю, ответ будет да, потому что на данный момент, из тех даже может быть самых плохих времён, у вас остались только тёплые воспоминания, которые вам греют душу. Это и называется ностальгия. А ещё давайте вспомним тот факт, что именно во времена 5-6 сезона первой главы и начала второй главы Фортнайт был на пике популярности, из-за чего в него пришло много новых игроков. Думаю, причины хайпа Фортнайта в те времена объяснять не стоит, потому что это и так все прекрасно знают. Вот и отсюда получается, что большинство игроков, пришедшие в то время, огласят об этом в интернете, и все с этим соглашаются, что раньше было лучше. Но на самом деле, раньше было так же, как и сейчас, может даже хуже. Ведь согласитесь, что Фортнайт сейчас чисто логически намного лучше, чем он был, например, в первой главе. У нас появилась куча новых разных механик, по типу NPC, золота, много нового транспорта. В общем, мы об этом даже и не думали, когда начинали играть в эту игру. Фортнайт умер только для тех, кому он надоел, ведь сейчас есть много новых игроков, которые пришли к нам буквально в 17-16 сезонах, и они наоборот восхищаются и наслаждаются этой игрой. Так что, кто из вас считает, что Фортнайт уже мертв, ребят, к сожалению, вы уже, похоже, наигрались. Ваше время прошло. К примеру, для того, чтобы вернуть старых игроков Фортнайт, которым эта игра уже надоела, достаточно просто в новом сезоне добавить что-нибудь олдовое, по типу олдового предмета, оружия, локации, не важно. И поверьте мне, старожилы игры с удовольствием потянутся обратно в Фортнайт, чтобы как минимум посмотреть, что же это такое, ну а как максимум снова проявят интерес к игре. Или продавать старые дефолтные скины из первой главы за реальные вибаксы. Для вас это ностальгия, а для Эпи Геймс хороший заработок. Даже если в Фортнайт все забудут и там будет нулевой онлайн, и на этот случай у Эпи Геймс есть козырь в рукаве. Они просто чисто теоретически могут дропнуть старую карту, и, о боже, игра обретет вторую жизнь. Более того, так можно делать периодически, и выходит, что игра-то, по сути, бессмертная. Поэтому даже в худшие времена Фортнайта, когда, по вашему мнению, эта игра умирает, Эпи Геймс об этом прекрасно знают. Поэтому в следующем сезоне можно ожидать что-то нереально глобальное, что обязательно должно привлечь старых игроков. По итогу получается, что разработчики специально делают Фортнайт таким изменчивым, чтобы проявлять ностальгию игроков, и в случае чего просто возвращать старые предметы обратно в игру, и привлекая былых игроков обратно в Фортнайт. Тем самым можно сказать, что Фортнайт это бессмертная игра. В ближайшие лет 20 она точно еще будет на плаву. Но все же, все, что я сказал в этом видео, не отменяет тот факт, что у Фортнайта есть современные минусы, которые портят игру. Поэтому, как только под этим роликом стукнет 500 лайков, я сразу же приступаю снимать видео, в котором расскажу о всех современных проблемах Фортнайт, которые портят игру. Огромное спасибо за просмотр, и если это видео было тебе интересно, обязательно ставь лайк. Также пиши в комментариях, с какого сезона играешь именно ты, и почему ты выбрал именно Фортнайт. Все самые лучшие истории я обязательно лайкну. Ну а по традиции, с вами, как всегда, был Матвей. Hasta luego.